Сотни писем, столько же желаний. Приближение праздника дети ждут с особым чувством и верят в чудеса, несмотря ни на что. Всероссийская акция «Ёлка желаний» идет по всей стране. Хорошее. Это утро для 14-летней Марии из Чебоксар стало особенно волнующим и чудесным. Сегодня она впервые проехала на лошади. Извечная детская мечта, ставшая реальностью. Она катается на лошади. Вижу, она довольная, сияет. У нас семья большая, шестеро детей. Мы рады видеть своих детей счастливыми. Я тоже хочу, чтобы мои дети были счастливы, чтобы у них мечты всегда исполнялись. Не передаваемые эмоции. Я мечтала с детства уже на лошади покататься. Лошадь зовут Хоризонтема. Очень красивая, добрая лошадь. Хоризонтема родилась и выросла в этой конно-спортивной школе. Она почти ровесница Марии. Ей 13 лет. И они могли бы дружить. Приятная лошадь. С душой подходит к работе. Я считаю, что после общения с лошадью детей восторг, буря эмоций. Им очень нравится. Все слезают с лошади всегда с улыбкой. И все очень хотят еще раз сюда вернуться. У юной наездницы еще будет возможность вернуться сюда. И не раз. Глава республики подарил ей сертификат на обучение верховой езде. В январе новый набор будет. Набор. Есть желание? Есть желание. Стать хоть ненадолго волшебником и осуществить новогоднюю мечту ребенка может каждый. Исполняя заветные желания, у взрослых появляется возможность самому хоть ненадолго вернуться в детство. Мне кажется, очень важно нам всем объединиться для того, чтобы осуществить отдельные мечтания детей. Капли по капле мы в итоге собираем большое море эмоций. И мне кажется, вот эти положительные эмоции, море эмоций имеют очень важное значение. А дети, вот эти блестящие глаза, это же энергия, это эмоции, которые в том числе лично меня сегодня зарядили и настроили на такой плодотворный рабочий день. Человек живет, пока мечтает, поэтому очень важно не переставать мечтать и в то же самое время верить, верить, что чудеса случаются. А в рамках акции «Елка желаний» 12-летний Иван Кузьмин побывал в кабине машиниста-локомотива и прокатился на поезде, а в подарок получил детскую железную дорогу. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика.